здравствуйте дорогие мои подписчики и так open house лондон фестиваль о котором я вам уже рассказывала 11 августа в полдень выпустила программу на 2021 год и это будет 30 по счету фестиваль архитектуры в лондоне сегодня я попробую посмотреть что там в этой программе и что-то порекомендовать вам тем кто находится сейчас в лондон куда сходить и что посмотреть из зданий фестиваль будет проходить с 4 по 12 сентября и находится вся программа на сайте open-city.org.uk и вот я уже включила его главную страницу и сейчас мы переходим browse the program book your tickets то есть посмотреть программу и забронировать билеты особенно я сделаю упор на интересные здания на которые надо бронировать билеты заранее или даже участвовать в розыгрыше лотерей чтобы попасть в это здание одно из этих главных зданий в которой я еще никогда не попадала это 10 down street вот как бы мы зашли на главную страницу программы и уже здесь по карте можно посмотреть сколько зданий участвуют в фестивале смотрите практически весь лондон особенно центр и дальше внизу написано open house 2021 highlights вот эти вот здания это основные достопримечательности на 2021 год на фестиваль архитектуры и для себя я нашла интересным я не знаю все эти здания что это что-то новенькое в разных районах holborn house но вот library 10 down street там где живет премьер-министр это самый центр это westminster туда можно попасть только по розыгрышу болота болот это лотерея на бесплатный билет ну или на платный я уже про это тоже рассказывала смотрите в ролике про фестиваль архитектуры open house лондон подкреплю ссылочку вот здесь в это здание я никогда еще не выигрывала билеты хоть все семь лет что я посещала этот фестиваль пыталась выиграть играла в лотерею это очень популярное здание на него все кто может и желает подают заявки чтобы туда попасть но мест не так много несколько групп проходит может быть человек 100 за день и все в это здание можно попасть только в один день в году по выигранному в розыгрыше лотереи я даже не знаю что там можно увидеть и скорее всего снимать там тоже было нельзя поэтому рассказывать и показывать я ничего про это не буду но просто хотя бы пройтись прогуляться по коридорам где ходит сам премьер-министр великобритании это уже интересно чтобы поучаствовать в болоте вот написано до 18 августа надо подать заявку на участие в этой лотереи в ней могут участвовать только резиденты великобритании поэтому если вы находитесь в англии по резидентской визе пожалуйста заходите и вам выпадает вот такая форма где надо вписать свое имя телефон е-мейл и адрес по которому вы проживаете это должен быть только лондон или другой английский город ну а также вашу дату рождения и enter ballot все вы участвуете в лотереи и дай бог вам повезет выиграть поход в резиденцию премьер-министра 10 downing street дальше будем смотреть что еще есть в программе open house 2021 сначала первым делом я смотрю хайлайты то есть то что они выделяют среди всей программы и что рекомендуют для тех кто ни разу не был на этом фестивале очень рекомендую посмотреть city hall это здание лондонской мэрии там очень красивый интерьер внутри если вы увлекаетесь архитектурой вам точно понравится такая круглая или даже сказать овальная лестница по которой можно прогуляться спуститься подняться вверх но вряд ли там наверно как-то организован поток но я вот была в этом city hall в 2000 по моему двенадцатом году с друзьями и нас на лифте подняли наверх а потом мы уже вниз спускались по этой лестнице сюда чтобы попасть нажимаем вот это как раз лестница нажимаем на city hall и он нам показывает что чтобы попасть сюда an escorted walking tour то есть без сопровождения прогулочный тур работает он с десяти до четырех часов в какой день написано а вот 4 сентября с десяти до четырех часов 4 сентября только поэтому примет он всего пять тысяч человек поэтому нужно забронировать билет здесь вы также пишите имя фамилию имейл и свой адрес желательно чтобы он был английский ну британский и забронировать билет и там уже наверное вам выпадет или сколько билетов вы можете ну давайте попробуем а вот он пишет один билет я согласен буктикет я не хочу сейчас букировать чтобы не отобрать очередь у кого-то из вас дорогие подписчики потому что я на данный момент не нахожусь в лондоне и я не смогу в этом году посетить этот фестиваль но в принципе вот так это должно выглядеть буктикет и все и вы уже забронировали билет или там что-то вам скажут что вы в очереди или что мы вас оповестим когда вы можете прийти в какое время не знаю в общем сами тут посмотрите что может быть получится у вас выиграть или забронировать дальше остальные все здания я не знаю я в них не была кажутся интересными вот этот вот трейлик тавер в кенсингтоне это где-то по-моему в районе где горел Гренфилл Тауэр здание которое горело в 2017 году но что я рекомендую новичкам если вы уж идете на этот фестиваль и скорее всего вы пробудете на нем целый день выбирать только один район на вот этот день вам в этом году повезло обычно этот фестиваль проходит в течение двух дней выходной в середине сентября то есть это суббота и воскресенье но в этом году сделали целую неделю с 4 по 11 сентября будет этот интересный хороший фестиваль который открывает очень многие двери которые обычно закрыты для публики дальше я смотрю листинг что еще предлагает open house фестиваль и очень рекомендую one canada с клэном это вот эта вот башня в которой вы попадаете в районе кенри ворф туда обязательно надо букировать а уже фулибукт уже все забронировано и невозможно что-либо к сожалению к сожалению все это надо было делать в 12 часов дня 11 августа я была в этой башне два раза на этом фестивале на тридцать девятом этаже буду рассказывать что там находится и показывать много чего я там поснимала и даже там выдают презенты всегда какие-то презенты я получала тоже расскажу и покажу очень интересно то вы знаете я уже рассказывала люблю скай скреперс то есть небоскребы и вот этот вот район финансовый кенри ворф я всегда очень любила мне всегда очень нравился и я всегда мечтала попасть не только в это здание но и близлежащий но это hsbc банка это сити банк наверняка туда вход воспрещен поэтому ни разу я там не была и наверное никогда не будет таких туров вот так выглядит сейчас кенри ворф очень красивый район очень такой современный я люблю хай-тек и поэтому этот район мне очень нравится вот это какое-то новое здание по моему круглые построили и вот это здание другого американского банка вот barclays банк в общем очень много банков тут находится поэтому это считается финансовый район очень рекомендую на следующий раз когда будет выходить программа в следующее лето обязательно попробуйте забронировать это здание для тех кто увлекается стилем хай-тек и современной архитектурой так ну ладно идем дальше что тут еще painters hall не знаю ну что то связанное с камень с картинами наверно не было но я бы посетила city of london это все в центре хак не нет то есть я всегда предпочитаю ходить по центру в сериале эти центральные здания вот true temple palace тоже достаточно интересный какой-то дворец возможно это мэрия не мэрия вот смотрите какие тут фотографии достаточно интересный дворец я не знаю на вас что-то мне напоминает вот это вот лестнице по моему я здесь уже была посмотрю тоже буду рассказывать если была я вам обязательно в течение всей своей жизни буду рассказывать и показывать все здания я практически все сняла к сожалению только до 2015 год у меня пропал тоже была очень интересная экскурсия на телевидении 4 на канал фо и ну не остались только фотографии видео все пропали и другие здания на ливерпул стрит основном я гуляла тоже остались только картинки буду рассказывать при помощи картинок а может быть когда-нибудь еще раз туда схожу и прогуляюсь temple temple place sorry не palace а place что тут написано готический архитектурный стиль векатарианский период это здание доступно 4 и 5 сентября еще есть билетики поэтому если хотите бронируйте если интересуетесь вот таким вот архитектурным стилем векатарианской эпохи финсбурри авеню не знаю но мне кажется это что-то интересненькое авеню ну тоже что-то есть архитект архитектор архитектор будет проводить тур по вот этому зданию или что это за авеню фензбури авеню никогда не была great 2 кстати great 1 и great 2 если показывать это очень крутые здания ну как какうん В общем, находятся под защитой каких-то прав. Это всегда показатель того, стоит ли туда идти или нет. Грейт 1 это всегда must go. То есть должен пойти. Гроссминер Square, Вестминстер. Ну, тоже достаточно интересно. Но так как я не была во многих из этих зданий, но я была во многих рекомендованных зданиях, в которые и сложно попасть, и надо бронировать билеты. Поэтому все эти здания, которые лучше посетить, я уже посетила. Поэтому я уже выискивала бы что-то новенькое, что-то интересное для меня по стилю. Например, вот это вот здание меня заинтересовало. Потому что такой стиль мне симпатичен. 6 Орсман Роуд. Это где вообще находится? Олд Стрит. Ага, это значит Ислингтон район. Можно еще забронировать, архитектор будет проводить тур по зданию. Что на этих турах, если они проводимые кем-то, рассказывают? Это как оно строилось, из чего оно состоит, какие там стекла. Ну, в общем, всю юзабилити и все капассибилити. То есть все, чем это здание отличается от других и что в нем находится. Бейкер Стрит Комплекс кажется мне интересным. Здесь я еще не была. Баркинг Тавр Центр. Я бы не уезжала далеко от центра, хотя выглядит это достаточно интересно, современно. Баркинг очень далекий район от центра. И тогда вам придется посетить в один день только это здание. Ну, или найти, может быть, еще парочку в этом районе. Почему бы и нет? В принципе, фестиваль длится целую неделю. Можно один день выделить на этот район. Но люди, которые работают не так, как я была няней, должны сидеть на работах. Поэтому для них будет только два векенда. Это 4 и 5 сентября. И 11 сентября. И 12, к сожалению, не входит уже в этот фестиваль. Ну, так вот листать, конечно, очень долго придется. Поэтому, что я рекомендую, если вы планируете посетить центр, то лучше сразу набрать фильтры. И тут показывают, какой борл набрать. То есть, какой район. Я начинаю всегда с Вестминстера. Но в Вестминстере больше всего таких старых зданий. Канада Хаус, кстати. Я пару раз бронировала, но так и не попала. Бенджамин Франклин была. Если вы только интересуетесь его жизнью, можно посмотреть. А так, в принципе, пустое здание. Только как бы пропитаться духом его жизни. Ну, и небольшую очередь там придется посмотреть. Foreign Commonwealth and Development Office. То есть, Министерство иностранных дел. Вот это здание я рекомендую посетить. Для тех, кто интересуется политикой и вообще архитектурой. Это grade 1 здание. То есть, очень высокого класса здание. И также и отделка, как вы видите. Очень красивые лестницы, интерьеры, арки, мозаика. Все так просто великолепно смотрится. Я там была. Тоже буду рассказывать и показывать. Если вы не сможете сюда попасть. А что тут для того, чтобы попасть? Long Q написано. Expected. То есть, ожидается большая длинная очередь. Но, в принципе, в 2018 году я туда попала. Стояла небольшую очередь. Где-то около получаса. Она выглядит примерно там 200 человек. Но очень большой запуск происходит. Там где-то человек по 10, по 20. Каждые 5 минут. Поэтому очередь быстро идет. Если вы увидите очередь до конца Сан-Джеймс Парка. Знаете, это стоять вам примерно где-то полчаса 45 минут. Если дальше, уже рассчитывайте свои силы. Ну, те, кто находится вне Лондона, существует, оказывается, виртуальный тур, который будет 4 сентября с 7 утра до 8 вечера. Можете побывать виртуально там. Походить, погулять. Здесь ведет свою работу Министерство иностранных дел. Ну, а также стран-содружеств Commonwealth и Доминионов. Дальше. Ну, кого интересует Embassy of Republic of Poland. Польское посольство. Пожалуйста, welcome. Grand Union Market. Не знаю, все эти остальные здания. Не знаю, не буду рассказывать. New Scotland Yard. Это классное, конечно, здание. Но мало что нам там показывают. Потому что это рабочий офис лондонской полиции. Сюда, кстати, болот. Посмотрим. Да, можете ввести форму и зарегистрироваться. Раньше, в 2018 году, опять же-таки, я туда попала по букингу. Про Scotland Yard я уже рассказывала. Ролик подкреплю вот здесь. Кому интересно, что там происходит на Open House Festival, смотрите в этом ролике. Маленькая группа, то есть немного человек туда запускают единовременно. Но зато я была в этом Royal Opera House на репетициях Мариинского балета, когда он приезжал в августе 2011 года. Об этом я еще не рассказывала. Но у меня есть ролик, как там все это происходило. Что там внутри находится на сайте Лонд-Айленд. Небольшой ролик под музыку. Если кому интересно, ссылочку прикреплю вот здесь. Смотрите на Лонд-Айленде. Здесь я не была еще ни разу. Мне кажется, достаточно интересное такое здание. Если бы я была сейчас в Лондоне, я бы, наверное, его посетила. Что там с посещением у нас сел в газе ТОР. То есть сам по себе ходишь с 12 до 4, 5 сентября. Вот, если кому интересно, шикарные потолки, шикарные лестницы дворцовые такие. Великолепные виды интерьеров. Так, дальше. Калитонин Клаб, Кимпинка. Ну, остальные я не знаю. Вот это здание Ту-Темпл-Плейс мы уже смотрели. Тоже какой-то, как дворцового типа, такой викторианский стиль. Помните, я рассказывала. Здание. Вестминстер Кокер Митинг Хаус. Не знаю. Не была. Дальше я бы порекомендовала другой район. Не Вестминстер, а Сити оф Лондон. Это тоже. Это уже современная архитектура. И что мы тут можем найти? Трапперс Хоу. Очень интересное знание. Я там была. Тоже шикарные виды интерьеров. Люстры и картинная галерея. Даже портрет королевы. Это здание доступно у меня для просмотра на канале Лондайланд. Попасть в него можно только 4 сентября с 10 до 4 часов. В порядке очереди, наверное. Ну, там небольшая очередь. Если и будет, то быстро все проходит. Мы не стояли очереди. Я всегда хожу на этот фестиваль с подругой. Мы никогда не стояли в очереди вот в такие небольшие помещения. Но достаточно шикарные такие прямо дворцового стиля. Гилдхолл. Это муниципалитет, можно так сказать, здания. Грейт 1. 5 и 12 сентября открыт для публики. Всего 200 человек могут его посетить и в тот, и в другой день с 10 до 4 п.м. И оно идет по букингу. Бронировать букинг пока доступен. Бронируйте. Интересное здание. По-моему, тоже есть на канале Лондайланд. Если есть, прикреплю ссылочку наверху. А также вот есть картина галереи этого Гилдхолл, как он переводится. Не мэрия, но такой муниципалитет. Гилдхолл. Сюда можно в любое время попасть, по-моему, это дворик. Там тоже, конечно, снаружи можно полюбоваться архитектурой. Очень красивое здание. На второй странице. New Museum of London West. Суинсвилл. Какой-то новый музей Лондона. Я в нем не была. Можно было бы взглянуть. Музей Лондона, в принципе, открыт всегда. Не стоит тратить на него время в эти дни. City Churches. St. Marie. Calder Marie. Не знаю, что это. В общем, на этой странице мне ничего не известно. Ну и на последней тоже. То есть в City of London мы нашли несколько зданий, которые я рекомендую посетить. Дальше. Какие еще районы я бы выбрала, которые находятся в центре? Ну, в центре находится еще Савок. Давайте посмотрим, что в этом районе предлагают. Ну, вот этот City Hall, который я уже рассказывала. Canada Water Library. Не знаю. Кто еще? Ну, все такие небольшие, маленькие, местного значения архитектурные сооружения. Возможно, они чем-то знаменитые. Но я предпочитала всегда ходить в огромные и супер знаменитые помещения, которые у всех на слуху, которые все знают. Ну, здесь я ничего не вижу, что бы меня заинтересовало. Посмотрим еще Tower of Hellness. Это район Tower Bridge. Hampton Tower. Какой-то интересный 2015 года здание. Что-то новенькое и высокое. Ой, здесь я еще не была. Я бы с удовольствием сюда попала во вторник, 7 сентября, с 10 до 4.30. Какое здание и какой этаж тут предлагают? Три здания, 68, этажей 56 и 36. В какое из этих зданий и на какой этаж вы попадете, непонятно. Но достаточно интересное здание. Я бы сюда сходила однозначно. Это, по-моему, в районе Ливерпуль-стрит находится. Но не уверена. Интересные, красивые картинки. Так это жилой комплекс получается, а не офисное здание. Сторген партнерс. Архитектор. Очень достаточно известный в Лондоне. Окей. Рекомендую. Ньюфаундленд. 21-й год. Обалдеть. Можно еще и в здание 21-го года попасть. Какая красота в районе Кенери-Ворф. Вот это как раз, по-моему, то здание, про которое я говорила. Это Джин Пи Морган, по-моему, банк. Что тут написано? Ньюфаундленд. Обалдеть. 58 этажей, 636 апартаментов. И уже все полностью забронировано, к сожалению. Классная здания. Я бы туда сходила. Ну, ничего, в следующий раз. Ну, что тут еще? One Canada Square. О нем я уже рассказывала. Вот это вот здание с пикой в районе Кенери-Ворф. Очень рекомендую. Забронировать себе билетик. Ну, и все. Из этих зданий я ничего не знаю. Еще бы порекомендовала сходить, посмотреть, что у нас творится в Кенсингтоне-Челси. Там я была в здании Баттерси Power Station. То есть энергетическая станция в районе Баттерси. Тоже попала на вот этот вот фестиваль. И была достаточно интересная экскурсия. О ней я буду рассказывать вот-вот совсем скоро. А так, в районе Кенсингтон сегодня нам предлагают Кромбулл Плейс, посольство Эстонии. Ну, я не знаю все эти здания. Питер Джонс, это магазин Джон Льюис на Duke of York Square. И вот это здание, которое находится в районе северного Кенсингтона, рядом с которым горела башня Грэнфилд Тауэр. Ну, здесь ничего для меня не нашлось интересного. Какие еще райончики можно посмотреть в центре Лондона? Ну, давайте посмотрим истинно, потому что там у нас появился корот. Карл Юдвик Франк, Грэнтин Финсбург. Не знаю ни одного из этих зданий. Не знаю никаких зданий. Какая-то церковь старая. Олд Финсбург Таунхолл. То есть, ну, Таунхолл всегда интересно посмотреть. Внутри интерьеры такие достаточно старинные здания. Если кто-то будет в этом районе или просто не хочет выходить из своего района в другие места ездить, можно зайти и прогуляться по всем этим зданиям. А так, какие еще тут? Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Хаймер Смитрифулу. Барон Скорт и Вест-Кенсингтон. Селф-гайдед Волг. Не знаю, что это я. Кстати, на той стороне Барон Скорта никогда не гуляла. Брук Грин. Ну, здесь можно и сами прогуляться. В любой другой день. Посмотреть на эти красивые здания. Вест-Кенсингтон энд Гипс-Грин. Какое-то высокое здание. Где оно находится? Эрскорт. А, подождите. Так это вот то, что отстроили вместо выставочного комплекса. Эрскорт. Классно. Ну, и посмотрим еще район Камдон. Что здесь можно найти? Кенвуд Хаус. Я была... Немножечко уже даже рассказывала. Туда можно попасть в любой другой день. И это тоже можно посмотреть в любой день. Это все на улице находится. Пушкин Хаус, кстати. Интересно, что там можно посмотреть? Пушкин Хаус. В Лондоне. Грейт 2. То есть достаточно... Интересно в плане архитектуры. Здание. Пук Тикетс Вая Пушкин Хаус. То есть направляет... Забронирует билеты именно в самом здании. В общем, Пушкин Хаус существует в Лондоне, оказывается. Что еще? Ага. Вот это здание. Сан-Панкрас Чамберс и Клок Тауэр. Это вот такое красивое здание отеля и башня с часами на железнодорожной станции Сан-Панкрас. Я была в этом здании. Тур подкреплю в углу опять. Можете посмотреть, что там показывают. Проводят немножечко экскурсию по отелю. Показывают коридоры отеля и как там существовала почта. И, по-моему, даже до сих пор существуют. Как туда, как в мусорный ящик кидают письма. И все это доходит на нижние этажи почтальонам, которые рассылают эти письма. Очень интересная экскурсия. Если вы знаете английский язык, послушать это одно удовольствие. Ну и сама башня, как это все расположено внутри, что там находится. Тоже туда пускают. Можно полазить. Но очень короткий тур. В башне самой. Там буквально 5 минут можно находиться. Поэтому мало что успела снять. Но если кому интересно, в этом углу подкреплю ролик. Смотрите на канале Лонд-Айленд. Так подробнее о деталях буду рассказывать на канале Англичанка. Постепенно про все здания, которые я посещала на этом фестивале. Open House London. Которому в этом году исполнилось 30 лет. Вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать про этот фестиваль. Про программу на этот год. Мои рекомендации. Куда сходить. Что посмотреть. И как провести время. Особенно выходные дни. В сентябре. С 4 по 12 сентября. Добро пожаловать на фестиваль архитектуры города Лондон. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok